Министр экономического развития Тверской области Иван Егоров в условиях коронавируса продолжает оставаться на связи с предпринимателями региона. На этот раз он провел конференцию в формате онлайн-общения. На повестке дня были самые актуальные вопросы в области санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главная задача, которая стоит перед правительством Тверской области, была озвучена губернатором Игорем Руденей на одном из оперативных совещаний. Это сохранение максимального количества компаний, производств и фабрик, работающих на территории Верхней Волжья. В Тверской области принят план мер по поддержке экономики. Причем очень важный момент, что, безусловно, этот план – это живой документ, и мы готовы его дополнять, готовы его развивать. Более того, мы каждую неделю, каждый четверг проводим оперативную рабочую группу по развитию экономики, по системе мер, которые есть. И все наши коллеги, органы власти, они как раз отчитываются, что же за неделю было сделано, чтобы помочь бизнесу. Среди принятых мер выделяются финансовые. Например, для малого и среднего бизнеса стало возможным взять заим под полтора процента до 20 миллионов рублей на 18 месяцев. Это особо актуально для промышленных предприятий, которые сейчас сталкиваются с кассовыми разрывами, проблемами с поставками или выплатами заработных плат. В сложную ситуацию попали и компании, реализующие серьезные инвестпроекты. Многие из них в большой степени готовности. И эти объекты проще подстроить, чем заморозить. Поэтому Минэкономики подготовил для них новый продукт. Например, сейчас, если кто-то строит цех или завод, остановить стройку практически невозможно. Для них, по мнению Минэкономики, будет актуален другой финансовый продукт. Начиная с прошлой недели, у нас работает такая программа промышленная ипотека. Это тоже заим на строительство промышленных зданий и сооружений. Это тоже очень хорошие условия, тоже очень дешевые деньги. Понятно, что это для средних. Что касается маленьких предприятий, в рамках нашего фонда содействия и кредитования, мы декапитализировали еще раз фонд. Сейчас у нас в фонде денег действительно достаточно. Но при этом у нас есть поручение губернатора контролировать эту ситуацию и дополнительно еще декапитализировать, если денег в фонде будет не хватать на поддержку. В рамках фонда были снижены ставки на гарантии. Теперь ставки по 0,5% по гарантийным продуктам. А еще теперь микрозаймы, взятые малыми предприятиями, можно тратить и в том числе на выплату заработных плат. Займы выдаются уполномоченными банками в размере до 5 миллионов рублей. И они пользуются большим спросом. Лишь за две прошлой недели свои микрозаймы получили более 30 региональных компаний. Кроме того, ввели новый займ доверия, он называется. Этот займ до 500 тысяч рублей. Рассмотрение 3-5 дней. Беззалоговый займ, беззалоговый инструмент как раз для таких микробизнесов позволяет то же самое, кассовый разрыв. И в том числе, конечно, решить некоторые проблемы с зарплатой, если нет финансового потока входящего. Но не только этим власть поддержки для предпринимателей. Иван Егоров озвучил принятые правительством Тверской области снижение в три раза ставок по упрощенной системе налогообложения и ставок по патентам для пострадавших отраслей. При этом важно подчеркнуть, что льготные ставки будут действовать уже с 1 января 2020 года. Напомним, что перечень отраслей включал ранее в себя 12 сфер деятельности. А теперь же этих сфер стало больше. Губернатор Тверской области озвучил свое решение на заседании правительства Тверской области, которое прошло во вторник. Мы полагаем, что при соблюдении мер защиты, мер санитарных, так сказать, санитарно-профилактических мер, мы можем разрешить работать нашей службе быта, предприятиям, которые входят в систему службы быта. Это прачечные, это химичистки, соответственно, ветеринарные клиники, потому что мы понимаем, что есть животные, которые тоже являются компаньонами, которые проживают и по месту жительства наших граждан. Кроме того, по многочисленным обращениям граждан мы приняли решение по возобновлению работы нотариусов, также при соблюдении режима санитарной защиты. Эти компании производства начнут свою работу уже на этой неделе.